Да, граждане, что происходит-то? Что не день, то понос или золотуха. Слава Богу, что пока не у нас, у простых граждан, а у каких-то высших чинов государства и нерядовых менеджеров. Так смотришь, и непотопляемый чубайс даст течь. Итак, начнем. С чего начнем? С удивительного проходимца или юного сенатора? Пожалуй, начнем с проходимца. Итак, что пишут о нем в газете «Комсомольская правда»? История с Горингом вскрыла советско-азиатский вариант секс-рабства, который процветает в тысячах российских компаний. Советско-азиатский? А что, европейско-американского такого нету? Что-то мы подобное уже где-то слышали. Чуть ли не в Америке. Ну ладно, да Бог, пусть будет так. Итак, публицист Сергей Мордан о том, о каких проблемах общество заставило говорить скандальное видео уволенного замглавы Росгеологии. Вот он он, виновник всего этого торжества. Фото на записи стрима теперь уже экс-чиновник рассказывал про интимные отношения с подчиненными сотрудницами и свое самодурство на рабочем месте практически чистым матом. Да, парень, хоть ты и в очках, но выглядишь, конечно, полным проходимцем. Горинг-Ганижев – это самый лютый позор, который только может представить себе общество, претендующее хоть на какое-нибудь будущее. Это вам не пошлый MeTool, это не уютный англосаксонский харассмент. Это советско-азиатский вариант секс-рабства, который процветает в сотнях и тысячах российских компаний. Оно отвратительно. Оно как проституция разращает всех и скоро уже не разобрать, кто там жертва, кто покупает и кто продает. Видео замглавы Росгеологии уволили после стрим-игры. Ватсон, ну что ты пришел, известный человек, забаньте его, нахуй, что ты пришел, мяу, прочирикал. Что, вообще не ебался, что ли? Ватсон, иди отсюда, нахуй, вообще, ты что, кукушка полетела, что ли, у тебя? Или тебе больше некуда, или ты просто приключения хочешь? Иди, нахуй, отсюда, вообще. Иди, нахуй, ты мой скарс, нахуй, блядь. Ватсон, ну что ты пришел, известный человек, блядь. Забаньте его, нахуй, что ты, блядь, пришел, мяу, прочирикал. Что, вообще не ебался, что ли? Ватсон, иди отсюда, нахуй, вообще, блядь. Ты что, блядь, у кукушка полетела, что ли, у тебя? Или тебе больше некуда, или ты, блядь, просто приключения хочешь? Иди, нахуй, отсюда, вообще. Ужасно, что это секс-рабство живет и в госкомпаниях. Хотя, именно там самая питательная среда для этой свинцовой мерзости. Грязные, ворованные деньги, которые ничего не стоят. Ежедневная системная подлость, которая становится профессией. Люди знают, что они мерзавцы. Поэтому и ведут себя, как подобает мерзавцам. Прежде чем острить, просто представьте, на месте этих четырех кошек, геолога, ваших дочерей или сестер. Видео замглавы Росгеологии в прямом эфире рассказал о сексе с подчиненными. А у меня, блядь, четыре принцессы было. Согласись, Катя, Катя, Оля и Дарина. Все четыре, блядь, сука, козырные кошаки были. Просто козырные. Просто блядь, блядь, все кошки были. Следующая публикация. Как замглавы Росгеологии Горинг к успеху шел. От подмосковного связиста до алмазного бизнеса в ЮАР и миллиардные контракты на Байкале. Девизом скандального топ-монеджера была фраза «У дел слабых завидовать сильным». Читаем дальше. Фото. Комсомолка проследила жизненный путь Горинга-Ганижева. Вот он такой вполне приличный человек. С виду, в очочках. Приличной прической. Приличном галстуке. Приличном костюмчике. И даже что-то там в кармашечке. Белый платочек виднеется. Никто может сказать про такого человека что-либо плохого. Никто не может сказать. С виду. Посмотрим, как же он стал таким гнилым внутри. Скандальное видео, на котором первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горинг обсуждает интимные отношения с подчиненными сотрудницами, оказалось только верхушкой айсберга. Как уже сообщало КП, ранее Горинг сменил паспорт. А до этого его звали Руслан Магомедович Ганижев. И он был фигурантом громкого уголовного дела о вымогательстве взяток в Подмосковье. Комсомолка проследила жизненный путь Горинга-Ганижева, чтобы понять, как авантюрист невысокого полета стал топ-менеджером госкорпорации и навел там почти феодальные порядки. 1995 год. Суворовское братство. Биографию ныне 40-летнего Руслана Ганижева можно отследить с тех пор, когда ему было 17 лет. Тогда, в 1995 году, он закончил Московское Суворовское училище. По сей день этот факт вызывает особую гордость в ингушке, еврейской семье Ганижевых. По крайней мере, отец нашего героя Магомед Ганижев, ныне он предпочитает называться Михаилом Гориным по второй линии своей родословной в разговоре с комсомолкой, неоднократно подчеркивал, что его сын прежде всего Суворовец, и потому, дескать, воровать не умеет, а может лишь верно служить интересам Родины. Но самую важную роль в дальнейшей судьбе Суворовское училище, пожалуй, сыграло тем, что именно здесь он познакомился со своим самым доверенным другом Романом Пановым. Сейчас генеральный директор Росгеологии. «Мой сын с Пановым Суворовском были вместе, в университете вместе и в Росгеологию вместе пришли», – разоткровенничался Магомед Ганижев. 2001 год. Радиоцентр номер один. Университет, о котором упомянул Ганижев-старший, в прошлом высокопоставленный прокурор в Краснодарском крае. Это военный университет Министерства обороны. Причем учились Роман Панов и Руслан Ганижев на военных переводчиков. Их же однокурсником был еще один нынешний первый зам главы Росгеологии Сергей Сучков. После окончания университета дорожки друзей ненадолго разошлись. Если Панов ушел в бизнес, то Ганижев на доброе десятилетие задержался в рядах вооруженных сил. В 2001 году он служил в престижной и исторической военной части в гарнизоне подмосковных «Ватутинок», где располагается приемный радиоцентр номер один Генштаба Минобороны. Фото. Скандальное видео оказалось только верхушкой айсберга. Воинское звание Ганижева неизвестно. Но на интернет-форумах «Ватутинок» есть упоминание о нем как о замполите части. На военной службе молодой Руслан тоже смог обзавестись полезными и влиятельными знакомствами. И главным из них стала встреча с председателем районного собрания депутатов Ленинского района Подмосковья Александром Газейкиным. По некоторым сведениям, когда-то он был главным инженером воинской части в «Ватутинках» и с тех пор сохранил хорошее отношение с ее руководством. По еще одной народной версии, впрочем не исключающей, первую протекцию Руслану перед влиятельным депутатом составил Ганижев-старший по своим прокурорским связям. В Газейкине в журнале «Русский репортер» как-то приводились такие свидетельства местного жителя. Станица Кущевская отдыхает по сравнению с Ленинским районом. Только там были русские бандиты, а у нас дагестанские. Там крыши был цапог, а у нас Газейкин. Руслан Ганижев, кстати, на такие слова мог бы обоснованно обидеться. Как можно спутать дагестанцев с ингушами? 2009 год. Человек по особым поручениям. Примерно к 2009 году Руслан Ганижев окончательно стал представителем Александра Газейкина по особым поручениям. Знакомые с ним люди называли будущего замглавы Росгеологии то водителем, то совсем обидно «шестеркой» районного босса. Руслан Ганижев сам периодически вступал в перепалки с местными жителями на интернет-форумах, где затрагивались острые для районного руководства темы, такие как возможное строительство мусоросжигающего завода. Интернет-архивы сохранили эти сообщения в неповторимой манере Руслана Магомедовича. Например, такие. «Вот вы, болтуны, многоточие, чего вы часами сидите на сайтах? Я возьму немного наглости и отвечу, как думаю. Я. Да потому что в жизни у вас сил пробиваться в реалии нет. У дел слабых завидовать осильным. И еще, ребята, на любое действие есть противоядие, противодействие. Одна просьба. Не говорите о людях, которых не знаете, и тем более, когда это неправда». Фото. Руслан Ганижев. Вот такой он был и каким Горингом он стал. От истории Горинга должны были взбеситься все феминистические общества, да и все нормальные люди тоже. 2011 год. Арест и федеральный розыск. В 2011 году Руслана Ганижева задержали при получении крупной взятки в 5 миллионов рублей а представителя местной компании «Экотрансвидное». В районе у этой фирмы была практически монополия на вывоз мусора. Одновременно был задержан и Александр Газейкин, которому по версии следствия предназначались эти деньги. Мне удалось найти одного из потерпевших по этому уголовному делу и одного из адвокатов, которые согласились вспомнить подробности того дела, но при условии, если их имена не будут раскрыты. Люди до сих пор боятся некоторых покровителей Ганижева, которые, по их словам, остались при власти и деньгах. Итак, читаем. Ганижев лично занимался сбором дани для Газейкина с подконтрольных предприятий. Приезжал, забирал бабки, если надо, угрожал. Все переговоры в кабинетах вел он сам, но частенько вместе с ним приезжали его друзья из числа кавказцев и военных просто постоять. Аппетиты районного руководства росли. Если сперва они требовали с одного предприятия до полутора миллиона рублей в месяц, то в конце дошло уже до пяти миллионов рублей в месяц. Сколько всего было таких обложенных данью компаний, неизвестно. Но точно не одна только мусорная компания, рассказывает источник. По его словам, при разговорах Ганижев иногда демонстрировал табельное огнестрельное оружие или нож. Мог посоветовать осторожнее ходить на улицах, чтобы уворачиваться от кирпичей, падающих с крыш. После громкого задержания Ганижева, в сети раньше было видео, где оперативники ФСБ кладут его лицом в стол. Сейчас оно удалено со всех ресурсов. Его потихоньку выпустили под подписку о невыезде. Фактически дали зеленый свет, чтобы он скрылся, считает адвокат. Реально Ганижева так никто не искал, хотя он был объявлен в федеральный розыск. А Газейкину переквалифицировали статью на более мягкую и дали два года лишения свободы, из которых реально он отсидел один год и один месяц. Но чему удивляться, если следователем по этому делу был человек, который сам до этого погорел на крупной взятке, но лишь получил повышение, сообщил источник, знакомый с материалами дела. По информации паблика, не зыгарь в федеральном розыске Ганижев числился всего два месяца. И как раз после этого он взял новый паспорт на имя Руслана Горинга и начал головокружительный подъем к новым высотам. Итак, что же, какие новые высоты. 2015 год. Африка зовет. В официальной биографии Руслана Горинга сообщается, что в 2011-2014 годах он занимал руководящие должности в зарубежных горнодобывающих компаниях и инвестиционных фондах. Совпадение или нет? Но как раз в этот период его закадычный друг Роман Панов был генеральным директором зарубежного представительства крупной металлургической компании и в частности отвечал за проекты в Ботсване и Южной Африке. Кстати, потерпевший из Ватучинок сказал мне про Ганижево дословно следующее. Я совершенно не удивлен, что он всплыл в геологии. Он еще в 2010 году постоянно ходил и показывал всем карты африканских стран. Говорил, что занимается алмазным бизнесом. Хвастливый очень. В феврале 2015 года Горинг вслед за Пановым пришел в Росгеологию. В госкомпании он стал отвечать за коммерческую деятельность и зарубежные проекты компании. Причем с того времени одним из ключевых заграничных направлений деятельности Росгеологии стала ЮАР. Южно-африканские сайты сообщали, что в октябре 2015 года Горинг сопровождал будущего вице-президента этой страны Давида Мабузу на его рейсах в Москву. А в 2017 участвовал в подписании контракта на бурение шельфовых скважин в ЮАР стоимостью 400 миллионов долларов. Решая различные дела по своему и государственному бизнесу, Руслан Горинг успел в Южной Африке жениться на местной чернокожей уроженке, как говорят злые языки, из карьерных соображений. И она ему даже родила ребенка. Показательно, что в день увольнения из Росгеологии Руслан Горинг заявил, что раз его не ценят на родине, то он уедет работать в Африку. Куда его, где сразу позвали. Остается только вопрос, выпустят ли его из страны, учитывая, во-первых, допуск государственной тани, а во-вторых, идущую проверку финансово-хозяйственной деятельности Росгеологии, которая, чем черт не шутит, может вылиться в уголовные дела. Продолжение следует...